МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире о Зимном и Небесном. Здравствуйте. Поговорим сегодня о молодежи. Международный праздник отмечается 12 августа. Какая она, современная молодежь? Об этом, впрочем, не только поговорим с преподавателем Святой Никольской православной гимназии города Тесловодска и Романом Ахаманом Галумовым. Здравствуйте, отец А. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья. Отец А, кого сейчас вообще принято считать молодежью? Возрастные рамки почему-то все время сдвигаются? Вы правы, безусловно. Все время возрастные рамки сдвигаются, и они даже не сдвигаются, а расширяются. Потому что можно сейчас говорить смело, что какой-нибудь ученик 6-го класса уже претендует на то, чтобы его называли не маленьким мальчиком или маленькой девочкой, а уже представителем молодежи. Та же самая можно сказать и со старшей стороны, потому что многие пытаются всеми силами сделать так, чтобы сохранить вот этот тренд, вот эту тенденцию быть молодым человеком. Чем дольше, тем лучше. И на самом деле мы видим, конечно же, что иногда это идет не на пользу человеку, потому что совет любому человеку, особенно в возрасте, когда он еще не полностью освоился, не надо торопить время и пренебрегать детством, которое нам дано один раз в жизни. О нем мы вспоминаем всегда с радостью, о нем мы вспоминаем всегда с улыбкой. И когда мы пытаемся постоянно стать взрослыми, делая иногда опрометчивые и неправильные поступки, то потом, впоследствии, через много-много лет будем об этом жалеть. И скажем, что у меня украли детство, я сам у себя его украл. А что касается людей, которые пытаются все время быть молодыми, ну, молодыми быть достаточно хорошо с той точки зрения, что ты все время активный, ты все время поддерживаешь вот этот тонус, постоянно в движении находишься довольно много лет, это прекрасно, это правильно, ты не прирастаешь к своему офисному креслу, и к своему дому, к четырем стенам, не вливаешься в них, а как раз стараешься узнать мир, увидеть его, все замечательные стороны, кнуться в природу. Соответственно, это тоже очень правильно и хорошо. Но, наверное, тоже нужно меру соблюдать, чтобы там сконтизировать. Да, на другой стороне, конечно, нужно понимать, что чем возрослее ты становишься, тем больше у тебя должно приобретаться мудрости, которой ты можешь поделиться уже с младшим поколением. И когда ты этот баланс стараешься не увеличить себе возраст путем каких-то махинаций и приобщению к каким-то взрослым делам, порой не очень хорошим, а с другой стороны, ты пытаешься сохранить молодость себе, сохраняя мудрость, которая у тебя уже должна быть приобретена из-за твоего жизненного опыта, конечно же, этот баланс нужно соблюдать всегда и знать, что рамки какие-то определенные возрастные мы можем не назвать, но мы должны понимать, что в определенной степени у человека это должно срабатывать на личностном уровне. Отец, говоря в общем о молодежи в России, нитей собирательный образ, какая сегодня она? Как и всегда, она бунтующая, она желающая отличаться от старшего поколения, она желает правды, она жаждет этой правды, как говорил об этом Христос в заповедях блаженства, говорит об этом. Но в то же время есть, конечно, отличительные особенности. Ну, во-первых, стоит сказать о том, что молодежь сейчас – это, конечно же, люди, которые не просто погружены с головой, а, можно сказать, окружены вот этой скатывающейся постоянно лавиной огромного количества информации. Каждый день эта лавина увеличивается. Молодежь, которая может сейчас написать текст, там, диссертации или какой-то письменной работы, просто два клика, нажав на интернет-ресурс, где присутствует искусственный интеллект, и задав какие-то определенные параметры. Молодежь, которая может найти ответ на любой вопрос ни из книжек, ни путем какого-то труда, усидчивости, упорства, а, опять же говорю, с помощью нескольких кликов на своем смартфоне или на планшете. Молодежь, которая знает огромное количество информации, поступающую всю минуту, можно сказать, в онлайн-режиме, но в то же время, которая не может с этой информацией во многом совладать. Потому что ее поток, ее обилие настолько мощное, настолько сильное, что, естественно, это может погребсти человека. И поэтому, конечно же, здесь нужно говорить об осторожности в этом собирательном образе. С другой стороны, это хорошо, что молодой человек, он может быстро найти ответы на интересующие его вопросы и может использовать те материальные и искусственные виртуальные блага, которые нам даются современным миром. С другой стороны, человек из-за этого как раз-таки облинивается, становится человеком разнузданным с точки зрения поиска информации и самообразования. Он забывает о том, что необходимо искать информацию и познавать что-то новое с помощью труда и с помощью умственной работы. И, конечно же, это тревожно и очень печально. Поэтому собирательный образ молодого человека – это человек, который стремится узнать все, но в то же время может потерять очень многое. как раз-таки из-за неумения обладать такого огромного рода информацией. Отец, не могу не спросить, а духовность на сознание и поведение современной молодежи, на ваш взгляд, сильно влияет? И вот, скажем, молодежь православная от сверстников невоцерковленных в чем отличается и как это заметно в обычной жизни? На своем примере и жизненном опыте могу сказать, что да. И здесь не обязательно приводить какие-то воскреленные примеры каких-то великих духовных свершений, такого-то необычайного уровня нравственности в жизни молодого человека, который приобщается к церковной жизни и именует себя православным христианином. Но, с другой стороны, если говорить о формальных вещах, это человек, который приучен самоорганизации. Это 100% очень важно, и об этом нужно говорить. Потому что, если воскресный день для светского и невоцерковленного человека является днем, когда можно поспать и встать утром, понежившись к кровати в 12 часов дня, и тем самым пропустив огромное количество времени, человек, который именует себя верующим, он, по крайней мере, может, ну, вообще-то и обязан, встать рано утром, прийти в храм, помолиться за божественную литургию. Отсюда, конечно же, возникает вот эта вот самоорганизация и самообладание. И ведь начинается жизнь человека как раз-таки с этих мелочей. Проснуться на полчаса раньше, заправить кровать, позаниматься спортом, затем что-то почитать свободное от работы или от учебы время. И это, конечно же, очень важно. И, как показывает практика, именно люди, которые имеют такой жизненный опыт соприкосновения с церковной жизнью, они как раз-таки и отличаются от других светских людей. У них больше времени уходит на самосовершенствование, они более эрудированы во многих вопросах. Хотя, с другой стороны, нужно сказать, что люди, которые соприкасаются с практикой метанои, изменения себя, с практикой покаяния через таинство и исповеди, через общение со своими духовными наставниками, через общение с батюшками, они, конечно же, имеют опыт критичности. Они могут себя критиковать, если посчитают это нужным и видят, что делают что-то неправильно. Светский же человек, напротив, он всегда будет пытаться себя оправдать и найти какие-то лазейки и аргументы, чтобы сказать, виноваты все, кроме меня самого. А это, конечно же, очень плохо. Самокритичности не хватает нашему молодому поколению. И как раз-таки церковь это предлагает. Не значит, что нужно бить себя в грудь, плакать, падать на колени при храме и повторять молитву мытаря. Это значит, что нужно постоянно помнить. Я несовершенен, как несовершенен весь наш мир. Отец, а как в нашей епархии представлен молодежный, образовательный и духовно-просветительский компонент? Стоит сказать, что при любой епархии есть свой епархиальный отдел по работе с молодежью. Он у нас, конечно, тоже присутствует. И он объединяет благочинические округа нашей епархии, где при каждом округе есть свой помощник благочинного по работе с молодежью. Его функции заключаются в том, чтобы организовать, собрать, вести постоянный контакт и работу с теми молодыми людьми, которые, в свою очередь, образуют какие-то определенные молодежные сообщества при больших приходах. Конечно же, стоит сказать и о приходе нашего Кафедрального Спасского Собора в молодежном объединении, которое очень крепко связано, в первую очередь, узами дружбы, которые они уже за много лет получили. И благодаря этому, конечно же, реализуют огромное количество различных проектов, будь то участие в соборном богослужении, помощи в благоустройстве, украшения храма перед какими-то большими праздниками, будь то какие-то выездные мероприятия общие, будь то какие-то волонтерские, просветительские, миссионерские проекты, которые молодежь Спасского Кафедрального Собора очень успешно осуществляет. Также есть молодежные объединения при других крупных приходах нашей епархии. Это и при Никольском Соборе, города Черкеска, при Покровском Соборе, города Минеральные Воды, в Ессентуках, соответственно, в других крупных городах. И работа эта, конечно же, заключается в каких-то делах на местах в том или ином городе и в том или ином благочении, но это иногда и общие пархиальные какие-то мероприятия, которые у нас очень часто проводятся. Опять же, возвращаемся к Спасскому Кафедральному Собору ежегодно в день Среди Дня Господня или после этого праздника, который именуется еще и Днем Молодежи, православной молодежи. Здесь проводится такой ежегодный молодежный епархиальный съезд, где собираются молодые люди с разных благочений, с разных городов и населенных пунктов нашего благословенного Кавказа, делятся опытом, общаются. Это очень важно. Существуют интересные интеллектуальные молодежные игры, берейн-ринги, которые проходят по традиции Великим Постом и посвящены разной тематике, разным направлениям. И в этих мероприятиях также участвует молодежь нашего благословенного Кавказа со всех благоченических округов. Естественно, можно и нужно сказать о таких крупных мероприятиях, как молодежный крестный ход, который проводится накануне или после Дня Памяти Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия от Девятой Станции, от города Пятигорска до Успенского, Бештогорска, Второафонского монастыря. Ну и, естественно, ежегодный молодежный форум «Зеленый Афон», который объединяет молодежь нашей епархии, разных благоченических округов. Проводится он каждый год в июле месяце на территории, опять же, монастыря нашего. И в этом году он собирался уже в 20-й юбилейный раз. Отец, если позволите, хотелось бы немного подробнее остановиться на работе Свято-Никольской православной гимназии. Как давно она вообще существует и как построен там образовательный процесс? Ну, уже 33-й год пойдет ее бытия. И на самом деле, конечно же, она была создана из воскресной школы, в которую стали ходить маленькие дети из православных верующих семей, объединенных Свято-Никольским приходом. Еще речи о соборе тогда не было. И мы видим, что за эти 33 года гимназия действительно стала одним из самых ведущих и заметных православных учебных заведений нашей Русской Православной Церкви. И, конечно, мы говорим о том, что ее отличительным признаком, характерным, является, что мы воспитываем не детей из семей священников или каких-то глубоконабожных детей в семье, которые постоят при соборе и при приходе, а из светских семей, которые, видя перспективу именно духовного развития, отдают своих чад в первый класс и затем проходят какое-то знакомство с Церковью и процесс воцерковления наряду со своими детьми. Мы нередко можем услышать от родителей «я еще недостаточно воцерковлена» или «я еще недостаточно воцерковлен». Но мы видим, что в гимназию сейчас отдают своих детей уже выпускники ее, которые много лет назад закончили, создали свои семьи, выучились, стали родителями, и вот уже их дети учатся у нас в пятом, шестом, седьмом классе, в более младших классах. Мы видим эту преемственность поколений. И, конечно же, особенность работы нашей гимназии заключается как раз-таки не только в том, что есть какие-то предметы православного компонента, как они называются, но еще и, конечно же, немаловажно уделяют именно процессу воспитания в духе православия, в духе Христовой истины. Отец, я благодарю вас. Это была программа «О земном и небесном». До встречи через неделю. Всего доброго.